Всем приветики, дорогие друзья! Сегодня я вам буду жаловаться на индийцы. Еще я таким не занималась, всегда я их только хвалила, показывала только хорошее, показывала мастеров с золотыми руками. Но сегодня чаша терпения у меня переполнена через край. А дело было вот как. Закончили мы ремонт в большой комнате, я здесь убралась вчера вечером еще. А рано с утра я встала, помыла окошко. Думаю, сейчас мы повешаем шторки, и у нас уже будет красота неописуемая. И повешали мы шторки. Что из этого получилось? Посмотрите. Итак, посмотрите, что у меня со шторами. Посмотрите, как мне шторы пошили. Какие они все красивые, кривые. Я, в общем, очень расстроена. Они не только, не то, что они не совместили здесь узор. Вот видно, да? Вот они должны были это чуть выше сделать. Так оно еще и почему-то вот так вот все идет по диагонали. Какое-то кривое, косо-выкроенное. И вот внизу даже вот длиннее. Один, вот этот край нормально. А вот этот вот длиннее, вот болтается. Вот такую вот красоту сегодня я вот получила. Еще издалека покажу. Вот скажите мне, вы бы себя такое повешали? Я не знаю, может, я докапываюсь? Может, я что-то не понимаю? В общем, какая-то у меня полоса невезения, какие-то неудачи продолжаются. Конечно, это не так страшно. Ну, в смысле, не так страшно. Эти истории я здесь не оставлю. Мы пойдем завтра в магазин разбираться, там, где мы их шили. Я вам показывала этот магазин. Это не какая-то шарашкина контора на базаре. Это большой солидный магазин, в котором я так думала, что знают, как правильно сделать, как красиво сделать, как нормально сделать, хотя бы нормально. Но вот получилось, что получилось. Сегодня у мужа времени нету. На работе он сейчас. Потом его на какое-то ток-шоу еще пригласили. И вот завтра мы поедем. Что там они нам скажут, я вам потом расскажу. Я, конечно, с утра очень сильно расстроилась. Это я сейчас уже улыбаюсь. У меня такое уже состояние такое даже слишком-слишком радостное. Радостнее, чем должно было бы быть, скажем так. После шока, наверное. А с утра я ходила уже такая темняя туча. Мне уже сын говорит, мам, ну хватит уже на эти шторы смотреть уже. Говорит, давай их снимем. Я их, конечно, не оставлю, даже если они деньги не вернут, если они не поменяют эти шторы. Да я не знаю, лучше вообще лишь штор, чем вот такие вот, короче, пироги. Ну что, как говорится, могла я их и сама шить? Да, могла, конечно. Но побоялась я эти кольца ставить, не знала как. Мне уже зрители писали, что там ничего сложного нет. За работу за эти шторы, вот за эти именно, мы заплатили 440 рупий. То есть как бы и немало. Если учесть, что и вот как бы одежда индийская, чуть дар стоит тоже где-то так же пошить, а тут вот как бы пару строчек этих. Причем, что эти шторы даже утюга не видели, они даже и не гладят здесь. И вот так вот они криво все вот это вот отрезали. В общем, очень нехорошо. Очень-очень, конечно, я расстроилась. Ну что делать? Могла бы и сама пошить. Да, могла, но тут еще, конечно, причина не только в этих кольцах. Причина еще в том, что везде ремонт все раскидано. Вы понимаете, вещи эти везде стоят. И где-то же надо разложиться с этой швейной машинкой. Это же не маленькое что-то, а надо, и чтобы их не запачкать. А тут и краска, и ну чего тут только нет. Поймите, вот думала, что сегодня вот еще нам одна спальня только останется. Ну, осталась, да, я уже. Я уж думала, что здесь уже порядок на виду в этой комнате. Потому что надоел этот бардак. Очень-очень надоел. Так что наказана я за свою лень, скажем так. Наказана я вот этими вот шторами. Как говорится, хочешь сделать хорошо, сделай это сам. И сейчас, когда мы делаем ремонт и сами все красим, мы это очень хорошо замечаем. То, что мы раньше не замечали. Какие кривые стены, как вот это вот вокруг дверей, вокруг окна, как это все обкрашено кисточкой, как это все сделано, понимаете. Ну, не замечали мы этого раньше. А сейчас, когда сами делаем с душой, то это уже совсем все по-другому. И очень приятно смотреть, когда делаешь своими руками этот ремонт. Хоть это и нелегко, и ручки даже у нас побаливают. У меня первое время ручки, вот кисти болели. И мне казалось, что у меня руки как у краба клешни. Вот такие вот распуши тут казалось. Так что работа, это, конечно же, нелегкая делать ремонт. Даже просто стену покрасить. И то нужны навыки. Но вот со шторами я не понимаю. И дело в том, что это не первый случай. Тут всегда что-то вот в Индии... Я же говорю, я никогда не ругалась. Но сегодня реально просто накипело. Какие они все руконогие. Как с китайцев когда-то прикалывались мы на работе. Я швеей работала. И у нас говорили, что вот у китайцев у них вот тут стоит швейная машинка. Они руками что-то шьют красивое для Европы. И там еще внизу одна стоит, они ногами шьют что-то для нас посылать. Так вот, индийцы тоже такие же. И ногами тоже шьют. Я себе, кстати, когда швейную машинку покупала, оверлок, у меня в Украине был китайский. Ну, полукитайский там какой-то с Одессой они совместно выпускали. В 2000 году я покупала его. Не очень хороший, конечно. На работе у меня были немецкие. Они классные были. Но этот такой для домашнего использования более-менее ничего так был. И я думала, потом в Индии, когда себе оверлок покупала, я думала, уж хуже моего китайского, наверное, ничего же быть не может. Оказалось, может быть, индийский оверлок. Это вообще кошмар какой-то. Там эти детали вообще есть такие какие-то с зазубринами, что нитки просто цепляются и рвутся. Вот такие вот дела. Не понимаю я, как это так. Есть такие люди с золотыми руками, про которых мы видео снимаем. Вот эти мастера. Вот это то, что и спичек делает. На пальмовых листочках рисует. Это ж как? Это ж надо вот. И вот есть вот такие вот люди, которые вот так вот шторы шьют. Точно так же и мебель, когда делают. Вот мне шкаф когда делали, я хотела четыре полки, а они почему-то сделали три. Они сказали, а это будет сильно вот мелкий. Вот так вот лучше будет. Ну я уже не хотела уже, чтобы они там, они так два дня тут шкаф делали, встроенный вот у деревьев на комнате. Уже не хотела, чтобы они опять там, ну понимаете, два дня вот эта вся пыль и грязь, и опять ее разводить. Уж ладно, три так три уж. Я стараюсь тоже сильно не цепляться. Я здесь уже привыкла. Я уже закаленный человек. Я не цепляюсь. Тут еще вот такими вот огромными стежками оно пошито, я не показала. Вон у сына в комнате тоже. Тоже такими стежками пошито. Этого тоже не должно быть. Но я уже не цепляюсь, потому что это Индия. Как говорит мой муж, это Индия, детка. Я уже, так сказать, привычная. И стараюсь, ну да, стараюсь не портить себя, и нервы от этого ничего не изменится. К этому я уже привыкла, что мастера, если говорит, что он придет 12 часов, то он придет 2 часа. Либо вообще, когда стемнеет 7 часов вечера. Ну а сегодня у меня случился шок со шторами. Вот так вот. Так что стараюсь я все делать сама. И домработницы у меня нету. Тоже одна из причин, почему вот у меня нету домработницы. Была у меня домработница. Еще когда я беременная была, вот когда как раз Дювин родился, Дюкейш взял. Я очень не хотела. Родственники его заставили. Они тут не представляют себе жизни без домработницы. И когда рождается ребенок, они даже берут вторую специально, которая ухаживает за ребенком. Но у меня Дюкейш работает, он далеко от дома. Ему так было спокойнее на последних моих, так сказать, месяцах. Какую-то они бабку села мне нашли с проживанием. Она у нас жила даже. Она там кушать готовила. Такая неаккуратная. Я не знаю, она меня так бесила. Или у меня гормоны, или что я. Меня никогда люди не бесили. Я очень спокойный человек. Но она меня бесила ужасно. Она, вы представляете, она там, ну все, я просто не могла к этому привыкнуть. Как она сидит на полу, овощи вот эти вот. Вот так они резиновый напальчник одевают. И на полу вот так вот режет на пальцы вот эти овощи ножом. Не на доске. На полу сидит, и вокруг это все разлетается. Этих овощей на полу больше, чем в этом тазике, в который она его режет. Ну очень неаккуратная была. Ну а последние капли, потому что мы расстались с работницей, я увидела, что она мусорное ведро моет о кухне в раках. И тут я уже дикейшу сказала, что не, извини меня, говорю, я не могу. Мне не надо. Убирала она тоже. Ну тут их приучать надо. Надо все показывать. Я тогда тоже не знала. Я непривычная была. Мне как-то неудобно было бабушкой командовать, заставлять ее что-то делать. Я к этому неприучная просто была. И сейчас неприучная. Я лучше сама сделаю. Пыль она, например, вообще не вытирала. Она вот так веником пол-пол подметает, потом этим же веником двери-двери помахала пыль. А то, что там на столе пыль вытереть, это она вот купаться идет. И вот я тихонько беру тряпку и вытираю пыль, чтобы она не видела. Так что долго я с домработницей не протянула. Такие вот дела. Ну а сейчас я пойду готовить чипати. Чипати, кстати, у нас на юге Индии, скажем так, у нас не особо так популярны. У нас больше рис и всякие из риса лепешки. Вот мы готовили Доша. Доша, я привыкла Доша говорить. Доса говорят, но у нас как-то больше Доша. Вот там такая буква, она как ИСЭ, ИШЭ говорится. Я больше Доша привыкла. Доша. Как-то оно ИСЭ, ИШИ вот непонятно. Так вот, готовят у нас в основном всякие. Или рис вареный кушают, или всякие из риса лепешечки. Апам мы готовили на канале Доса. Еще идиапам готовят такие, как макарошки на пару из рисовой муки. Часто я готовлю, и сын у меня любит. Идели готовят, путы готовят. Ну такие. А чипати довольно-таки редко, и я их вообще не умею, не люблю катать. Ну не то, что не умею, когда локдаун был, то я их раскатывала. Но у нас можно купить полуготовые чипати и готовые. И что это такое, сейчас я вам покажу. Вот такие вот полуготовые у нас продают чипати. Их нужно просто обжарить. Они уже раскатаны. Их просто обжаривайте на сковороде, и они готовы. Сейчас покажу. Вот такие вот, видите? Либо же мы покупаем уже полностью готовые в чипати-коне. Ну вот, собственно, и все на сегодня, друзья. Буду я, наверное, уже закругляться. Такая я сегодня ябеда-корябеда. Я вам нажаловалась. И мне очень-очень полегчало. Так что спасибо вам за внимание. Пишите, пожалуйста, в комментариях свое мнение по поводу моих новых штор. Только честно, я обижаться не буду. А на что тут обижаться? Тут моей вины нет. Напишите, как вы думаете, я докапываюсь? Или со мной что-то ненормально? Или со шторами что-то ненормально? Только честно пишите, как вы думаете. Еще раз спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на наш канал, кто еще не подписался. Не забудьте поставить лайк, если вам не жалко. И до новых встреч. Пока-пока.